Люди, часто интересуясь объектами в Германии, переживают по поводу многочисленных документов, которые им приходится подписывать. Я сразу хочу сказать, что единственный документ, который обязывает вас приобрести объект недвижимости и заплатить за него деньги, это договор купли-продажи. Он подписывается обычно в присутствии продавца, покупателя, лично и нотариуса, тоже лично. И не заметить его невозможно. К этому подписанию готовятся обычно заранее, имеются черновики документа, они проверяются, переводятся, вносятся правки. Что касается всех остальных документов, эти документы, как правило, просто признаны гарантировать маклеру получение им его заработанных комиссионных. Теперь, что же это за документы? Этих документов три. Первый документ подписывается перед посещением объекта недвижимости, называется «Nachweis-Bestretigung». Иначе, по-русски, подтверждение показа вам объекта. То есть, в этом документе вы подписываетесь под тем, что именно вы, именно от этого маклера получили информацию именно об этом объекте. И без этого маклера этот объект вы бы не увидели. В этом документе обычно гарантируется маклеру его комиссионные. Второй документ называется «Видерувсплевуг» или документ, обучающий вас о праве отзыва вашей подписи. Дело в том, что в Германии есть закон, который позволяет покупателю в течение 14 дней после совершения сделки не в офисе и не в магазине продавца эту сделку отменить. Обычно в этом документе есть параграф, который говорит о том, что своей подписью вы отказываетесь от права отмены сделки в течение 14 дней. То есть, вы опять-таки гарантируете маклеру в случае желания вами купить объект, заплатить ему комиссионные. И третий объект, третий и третий документ называется «Резервюнгспештетигунг» – подтверждение резервации, бронирование. Вы подписываете его, если вам понравился объект, если вы считаете, что вы хотите его купить. Теперь вы хотите время на проверку возможностей финансирования, проверку документов, связанных с этим объектом. Есть ли у него задолженности и так далее. Обычно на это вы получаете около месяца времени, по окончании которого вы указываете свою готовность подписать договор купли-продажи. Если месяц бронирования прошел и купля-продаж не состоялась, то автоматически договор о резервации расторгается. Обычно договор о резервации в первую очередь ограничивает в деятельности маклера, который тут же отказывается от дальнейших попыток предлагать объект другим покупателям или выставлять объект в интернете.